Хорошо. Значит, ну и давайте коротко повторим, на каких результатах в данный момент мы с вами остановимся. Значит, во-первых, даже врожденная рефлекторная схема, вот менять-то их при жизни, переучивать их при жизни не выйдет, а вот настраивать их в течение работы можно или нельзя? Реально можно. Причем большинство наших двигательных рефлекторов, да и недвигательных тоже, конечно, имеют вот такие механизмы настройки с обратной связью по промежуточному результату, который всегда сравнивается с предсуществующей или с работающей активной программой. Это славно. Ну а сейчас, сейчас две вещи мы сделаем на хвостике занятия. Первое, разберем пресловутый коленный рефлекс. Дело в том, что он до сих пор во всех школьных учебниках, что с моей, допустим, точки зрения, крайне неудачный ход, потому что, во-первых, реальная, это очень сложная форма, а во-вторых, это исключительно редкая форма. Так? Ну там, я не знаю, какая-нибудь исчезающая малая доля процента наших рефлексов работает так, как работает колено. Значит, поднимайте руки, кто ничего не слышал про коленный рефлекс. Есть такие? В этом ничего стыдного нет? Нет, надо просто понимать, имеет ли смысл объяснять, что это такое. А коленный рефлекс — это одна из стандартных процедур, при помощи которой, при наблюдении за которой, врачи-невропатологи определяют целый ряд характеристик работы нервной системы человека. Ну, допустим, баланс между возбуждающими тормозными процессами в нервной системе и там подобное. Значит, хорошо. Как выглядят сам все коренные рефлексы? Если человек, сидя, положил ногу на ногу, то есть вот так, вот эта синяя нога на данном рисунке подвешена, вот эта опирается на пол, а вот эта подвешена. Человек, сидя, положил ногу на ногу, так? И если ему строго определенное место, вот здесь под коленочками, ударить, ну, либо молоточком, либо с резином таким навершием, на самом деле можно и без всякого молоточка, можно хоть пальцем, если понимать, что делаешь, а как, то в ответ произойдет интересная штука. Значит, если воздействие произведено правильно, то нога резко разогнется к колене. Причем ответ будет совершенно молниеносный. Такое ощущение, что вообще без затраты времени. Между самим ударом и поднятием ноги. Значит. Ну и давайте сначала попробуем разобраться. Да, реплекс врожденный. Значит. Если он врожденный, это значит, что он прошел отбор в огромном количестве поколений предков. Создан биологическая эволюция наших предков. Ну и скажите, пожалуйста, какое он значение может иметь? Вряд ли биологическая эволюция предвидела появление врача-невропатолога. И специально для него готовила такую вот форму реплекс. То есть, зачем человеческому организму такая вещь ударила под коленку, так резко разогнулась нога. О, да желающий сказать, прошу. Ну, я думаю, что это было очень давно, когда нужно было передвигаться по льсам, чтобы когда ты сгибаешь ногу и в коленную чашечку какой-нибудь сучок тыкается, нога разогналась и коленный сустав пришла вниз. Угу. А вы себе представляете, что при этом возле человеком, если он вот так шел, шел, а у него нога взяла и резко разогнулась? Угу. Значит, это ведь не просто сучок тыкнуться. Это вы полетите и такие травмы могут быть. Угу. Молчите и правильно делаете, что молчите. Потому что, не понимая, как устроен коленный сустав, на этот вопрос ответить невозможно. Вот я говорю, это достаточно сложная и своеобразная штука, коленный реплекс. Поэтому непонятно, почему на его примере возится в школьный учебник. Где вроде бы должны быть самые простые вещи. Ну-ка еще раз проверим, какую работу могут, точнее, при каком действии мышцы могут совершать работу. При сокращении или удлинении? Только при сокращении. Только при сокращении. Помните. То есть, они могут активно подтягивать одну точку к другой. А вот отталкивать одну точку от другой могут? Ага. Ни одна мышца этого не умеет делать. Хорошо. Ну и теперь смотрим, как устроена наша коленка. Устройство, на самом деле, очень хитрое. Так. Так. Ну, стопа нас в данном случае не особо интересует. Поэтому степени пропорциональности здесь не так и важны. А оттисовать нас будет вот что. Вот он, коленный сустав. Вот. Вот. Вот дозаведренный сустав. Так. Значит, кто из присутствующих может взять и попробовать подвести, мышцу, сокращение которой вызвало бы сгибание ноги в колени. Вот как надо разместить мышцу, сокращение которой, работа которой, будет вызывать сгибание ноги в колени. Прошу. О, для вас... О, неподвижная доска. Да, принцип совершенно с вами согласен. Извините, я написал слишком высоко, вам было трудно. Понятно, что предложено. Одна точка мышца крепится, пусть есть большой дверцовой. А вот основное тело мышцы. Вот она. В результате, ну давайте назовем точку 1, а вот эту точку крепления точка 2. Соединим их прямое линию. При сокращении мышцы, точка 1 будет приближаться к точке 2. Как изменится положение большой дверцовой кости? Если мы встали эту точку вот сюда смещение. Она или здесь попрыжена? Ну ясно, что она вот так пошла, а потом вот так пошла. Вот эта точка переезжает. Вот это мышца сгибатель голени. Хорошо. Как подвести разгибатель? Кстати, вот здесь две точки крепления, и вы потом, не сейчас только ради Бога. У себя под коленкой, отлично, вот эти два сухожилия можете просчитывать. Одну слева, вторую справа, под коленкой идут. Они как раз напрягаются, когда вы загибаете. Отлично. Как подвести в мышцу разгибатель? Сверху. Ага, очевидно, что сверху. Вот здесь. При этом, один конец, где будут крепить? Где сухожилия? Вот эта кость называется бедренная кость, а вот эта большая торцовая. Один конец на большой торцовой. А второй? Второй на бедренную. На бедренную или даже на тазу? Вот здесь, ну вот не у человека. Хорошо. Отлично, закрепили. А теперь все, какая неприверность. Сухожилия приходится перебрасывать вот так, через коленный сустав. Согласны? Да. Для того, чтобы сухожилия дотянулись до большой перцовы. Ну и среди нем разгибатель начинает сокращаться. Какое трение здесь сустава? Эта веревка тащится, изменяя вектор усилий на 90 градусов. Здесь посмотрите, что вот в этом месте должно произойти с коленкой. Конечно. Как улучшить схему? Да, коленная чашечка. Именно так. Вот в этом месте у нас вставка. Не только у нас, это на самом деле у всех тетраход четвероногих позвоночных. Вот в этом сухожилии центральная часть окостеневая. То есть здесь появляется такой костяной клиныш. А с передней стороны сустава вот такой хрящевой футляр министр. Внутри которого этот клинш может качаться. Вот так. Давайте смотрим. Рису увеличиваем. Коленная чашечка. Менистр. Вот это сухожилие, которое идет к большой зерцовой. Большой зерцовой. Вот она. Вот это вот. Вот коленная чашечка. А это сухожилие, которое идет к разгибателю колен. Давайте смотрим, что происходит. Разгибатель колен сократился. Точка 1. Куда поехал? Направо, налево, вверх, вниз. Разгибатель колен сократился. Направо. Так. Что сделал этот клин? Качнется. Хорошо. Клин качнулся. Куда уехала точка 2? Вверх. Вверх. Смотрите, что произошло. Изменение усилия на 90 градусов. Ровно то же самое, что и нужно сделать. В результате, вот оно смещение. Пожалуйста, вам встали. Получили. А теперь? А теперь хитрый врач-невропатолог обманывает наивный организм. Потому что на самом деле коленный рефлекс рассчитан на какой случай? На тот случай, если разгибатель колен, вдруг какая-то внешняя сила рывком растянула. Очень сильно и очень мощно дернула и быстро растянула. Когда это бывает? Очень часто это бывает. Представьте, что вы спрыгнули даже с небольшой высоты. Ну там, я не знаю, со ступенью 20 см. Вы спрыгнули. При этом что делают ваши колени? С пружиной. Так? Отлично. А если бы они не стали в этот момент усиленно распрямляться обратно, что бы с вами произошло? А вы так бы и продолжали движение вниз по инерции и спокойно сели на пол. Это понятно? Значит, что бы этого ни произошло в ответ на такое резкое растяжение разгибателя, какую программу надо молниеносно включить? Программу с сокращением его. Потому что иначе вы просто упадёжили. При этом, допустимы или недопустимы, здесь какие-то задержки. Вообще-то средняя скорость реакции, поведенческая реакция у необычного человека какая? Эти вещи лучше себе представлять. Есть такие простейшие тренажёры для подобных замеров. Как они делаются? Перед человеком устанавливается щит. На этом щите датчики давления. Ну это может, я не знаю, допустим, боксёрскую грушу монтировать. И на этом щите лампочка. Оператор нажимает на кнопку, зажигая лампочку. Одновременно запуская очень точный электронный хронометр. Значит, задача испытуемого. Как только увидел свет, лучше ударить погружу. В результате мы получаем такие цифры. Во-первых, цифры, когда именно загорелась лампочка. А во-вторых, какое число мы получим? Какую цифру? Когда нанесён удар. Да, когда нанесён удар. Вычли одно из другого и получили время ответной реакции. Ну и как, Павел Шмотт? Как видите, не какие-то сложные, а простейшие моторные действия. Лампочка удар, лампочка удар. Почти попали, 0,4. Значит, нетренированный человек в среднем реагирует со скоростью 0,4. Ну, каких-нибудь там профессиональных боксёров, теннессистов. Не, у бегуна ни в коем случае скорости реакции повышаться не будет. Ему она зачем? А вот у каратэки или у айкидоки, то есть у мастерово-восточного боя, конечно, он будет повышаться. Значит, а ясно, что ни у бегуна, ни у шахматиста, ни у, там, я не знаю, человек, который прыгает с шестом, от скорости реакции ничего не зависит. У него эта величина так и остаётся, ведь нормально. Хорошо. Вопрос, на что уходит это время? Ведь по клеточным масштабам это очень много. 0,4 секунды. Она подключила сигнал из глаз в мозг, а из мозговых мышц. Ага, мы говорили, что в основном во время рефлекса время на что тратится? На прохождение синусу. Ага, на прохождение синусу. А в результате мы получаем одну нехорошую достаточно проблему. Для того, чтобы собрать толковую нейронную сеть, которая могла бы реагировать и, допустим, подстраивать поведение во всяких разных сложных ситуациях, сколько нейронов надо соединить друг с другом. желательно побольше. А это значит, у сигнала на пути от рецептора до конечного действия, сколько синусов окажется? Переключается. Побольше. Можно ли в этом случае получить высокую скорость реакции? Нельзя. Чем сложнее рефлекторная программа, тем она более тормозная. Тем она просто дольше прокручивается. В этом случае, если бы у нас здесь задержка была 0,4, что бы произошло? Вы спрыгнули, допустим, с высоты полметра, так, значит, успешно хлопнулись на попу, а после этого дрыгнули на камешу. Значит, за 0,4 секунды вас, конечно, уже прижала к земле ваша собственная инерция. И после этого ответное движение полностью лишается смысла. Поэтому для подобной реакции скорость является главной определяющей личной. А это значит, сколько синусов мы имеем право ставить по дороге. Как можно меньше. Как можно меньше. Вот это кратчайшие из всех возможных путей. Такие рефлексы будут называться моносинаптические. Это включение, где по дороге всего один-единственный синус. Поэтому срабатывает он с немедленной скоростью, намного быстрее остальных. И как он построен? Значит, зачем врач-невропатолог бьет вот в эту точку резиновым молоком? Давайте подкрухненную схему. Значит, если я нанесу быстрый, не сильный, здесь сила совершенно не важна. А здесь важна скорость, резкость действия. Нанес сильный, точнее резкий удар, вот поэтому сухожилие. Сухожилие промнется? Да. Ага, отлично. Сухожилие промялось. Куда поехал точка 2? Вниз. Вниз. Куда поехал точка 1? Вниз. Не вниз, она не может. Влево. Влево. Так. Что произошло с мышцей разгибателя? Разгибателя. Ее резко рывком растянули. Так. Как на это дело отреагировало тело? Это же очень простая машинка. Она не может принимать информацию о других органах чувств. Значит. Электрикторная машинка решила, ага, хозяин опять прыгнул. Значит. Поэтому что надо делать? Надо быстро распрямлять тело. Так. Значит. Вот. Пожалуйста. Получили коленный реплекс. Как видите, с ним все немножко сложилось. Сложнее, чем это в школьном учебнике. Ну и вторая вещь, которая еще более усложняет картину. Мы с вами на примере бабушки говорили. Что если у нас есть две мышцы, подведенные к одному суставу, то надо мало это может сократить. Что надо еще сделать? Расплажать. Вот это расслабить. Поэтому реальная картина оказывается примерно следующая. Рецептор, принимающий сигнал, сидит прямо в самой мышцеразгибателя. Он реагирует на ее резкое растяжение. Называются такие рецепторы будут мышечные веретены. И если мышцу резко вот так вот дернуть, в этом рецепторе возникает спайл. И сигнал проскакивает спинной мышцеразгибателя. Так. Там сразу без вставочного нейрона контакт на мотонейрон. Так. И мотонейрон, вот сюда прямо в этой же мышце проходит его аксончик, вызывает сокращение мышцеразгибателя. Ну, например, часть схемы, которая позволит сократить разгибатель. Что оказывается? Оказывается, что есть, конечно, вторая часть схемы. Вот от этого аксона отросток, который пойдет в какой клеток? Дормозные нейроны. Дормозные нейроны. Именно так. А дормозный нейрон затормозит какой мотонейрон? Да, который идет вот сюда, на сгибатель. Вот теперь мы получили полную схему. Как вы видите, моносинаптическими являются только активирующими клубами. Здесь действительно только один сигнал. А дормозный нейрон. Полюсно-оптический. Раз, сгибатель. Раз, сгибатель. Так. Хорошо. Ну что, давайте тоже. На этом этапе мы с вами немножечко подразобрались с, ну так скажем, с обмежностраненными, ну и с достаточно простыми картинками, показывающие основные принципы работы реперторных систем. Немножко сказали о самих нервных треточках. И вот построили такие схемы. Чем мы дальше будем заниматься? Значит, а дальше мы посмотрим, в какой сфере, важнейшей сфере человеческой жизни, да, управления в принципе только реперторных систем. И почему никакого сознательного управления там даже рядом нет, а главное быть не может. И что бы было, если бы человек, не дай Бог, проник своим сознанием в эту сферу управления. Значит. Вот это будет на сегодня последняя тема. Она коротенькая, она займет всего там минут, минут четыре, ну может быть пять, не более того. На этом мы завершим. Значит. А имеется в виду вот что. Значит. Как по-вашему? Ваше сердце, ваш желудок, ваш кишечник, ваша селезенка, ваши кровеносные сосуды обходятся вообще без управления? Нет. Это не управляется в вегетатике. Ну а сейчас мысленно попробуйте представить себе, как бы выглядел поток мышления человека, который сознательно управляет работой внутренних окон. Да? Значит. Попробуем, поскольку это у нас мысленный эксперимент, ускорим этот поток примерно в десять тысяч раз. Что мы получим? Так. Сокращаем оба два желудочка. Створчатый клапан открывается. Полуумная закрыта. Нежребряная мускулатура на вдох выделяет желчь вторую составную своего секрета. Держим анальный спинктер, держим спинктер уретро. Сокращаем предсердие, держим анальный спинктер, держим спинктер уретро. Расширяем клубицу аорта. И так далее, и так далее. Ребят, если вы хотя бы на секунду остановите этот процесс, что с вами будет? У вас просто отключатся все внутренние органы одновременно. Да? И то, что у вас откроются одновременно все спинктеры, далеко не самое лучшее. Ну, что у вас сердце встает и дыхание встает. Так? Значит, кроме всего прочего, хватило ли бы возможностей нашей ЦНС еще на что-нибудь, а точнее нашего сознания? Так? Если бы сознательно мы регулировали работу внутрь органов, категорически, то есть ни о каком мышлении, ни о каких эмоциях, ни о каких чувствах. Так? Речи бы не было абсолютно по определению. Плюс, как мы, а имели бы вы право заснуть? Нет. Нет, конечно. Во сне сознание отключается, все, привет, остановки управления. Значит, поэтому, вся система регуляции внутренних органов тела, построенная исключительно на инфлекторных путях, значит, это иногда очень сложная, иногда очень простая, но никогда не осознаваемая машина. Так? Начат. Ну, очень легко привести пример этого дела. Пошевелите, пожалуйста, большим пальцем правой ноги. Пошевели? А вы же его не видите, откуда вы знаете, что он шевелится? Ага, чувствуем, ну слава Богу. Правда, я сейчас вас спрошу, что же вы, собственно, чувствуете, и вы увидите, что ответ не так просто. Ощущение нашего тела, имеется в виду кинестетика, что очень сложно. Но об этом в следующий раз я думаю. Вы захотели пошевелить, пошевелили, и при этом точно знаете, что да, пошевелилось. Хорошо. А теперь пошевелите, пожалуйста, переднюю третью двенадцатиперстную кишку. Нет, может она в этот момент у вас, конечно, и шевелится, но вы про это знаете или нет? Нет. Можете ли вы как-то сознательно ускорить, замедлить этот процесс? Нет. Хорошо, сократите желчный пузырь. Значит, вегетатика не контролируется сознательно. Вот давайте на этой ноте, на вот этой базовом отличии ликитативной регуляции от регуляции поведения мы сегодня завершаем. Ну и до встречи через неделю.